Исторически стрельба из лука используется в охотничьих и боевых целях, но в наше время этот вид спорта стал рекреационным и соревновательным. Стоит отметить, что именно этот вид спорта набирает большую популярность среди молодежи, а сборная Западно-Казахстанской области состоит в первой тройке среди сборных команд по Казахстану. Добрый день, дорогие телезрители! Как обычно в это время вы смотрите программу «Молодежь. Лайф» на телеканале Ак-Жейк. И как вы уже догадались, сегодня мы с вами будем говорить о таком красивом виде спорта, как стрельба из лука. Поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь. В нашем выпуске вы также познакомитесь с молодыми спортсменами, а также узнаете об особенностях данного вида спорта, как стрельба из лука. Редактор субтитров А.Семкин Дорогие телезрители, первый наш спикер Шамиль, он является чемпионом Казахстана. Шамиль, расскажите, пожалуйста, сколько лет вы уже увлекаетесь данным видом спорта и как вы тренируетесь, как у вас проходит тренировочный процесс? Ну, получается, вот занимаюсь уже шесть лет, седьмой год вот пошел. И тренировки как шесть раз в неделю. В субботу только одна тренировка, а в остальные дни по будням две тренировки, утром и вечером. Ну, тренировки как проходят? Разминка, стрельба на три метра, в дистанцию стреляем, контрольную стреляем, контрольная – это получается шесть серий, по шесть стрел стреляем. И общее записываем количество очков, чтобы попадаем. Это как и на соревнованиях. Вот насчет соревнований, да? Вы на многих уже соревнованиях побывали, да? Какие у вас достижения? Ну, чемпион Казахстана, чемпион молодежных игр, чемпион, призер спорта Киады народов, так, кубка ИРК, чемпион. Но у вас так много достижений, и это, конечно же, благодаря вам и тренерам, значит, да? А вот скажите, вот насчет вы соревнований стали говорить, какие у вас есть правила игры? Например, мы видим там мишень у вас, можно, и по какой шкале баллов все это учитывается? Получается, отстреляем, шесть стрел, и подходим к риту, смотрим пробоин, что попадаем. Там идет от десяти и до пяти. Ну, и есть разные мишени, есть от десяти до одного, есть до пяти. И что попадаем, записываем на карточку. Вот. Что попадаем, записываем на карточку, и это, получается, относится к судьям. Судьи считают общее количество очков, и вот так вот всех располагает, кто на каком месте. Ваш тренер уже отмечал, что есть два вида, классические? Да, классические больше. У меня вот больше лук. Получается, отличается строением. Здесь в классическом луке идут плечи, они как карбонные, они сгинаются, а здесь идут колесики. Они именно, тетива вот замотанная стоит, и когда растягиваешь, колесики разворачиваются, и тетива расходится в длину. Интересно. И металлическая, да, у вас еще? Да. Сама рука металлическая, да. А вот эти плечи, они карбоновые, черные. А еще в чем есть отличие от классического? Отличие еще в прицеле. Прицеле, получается, мушка, мы посмотрим вот через маленькую дырочку, пипсайт называется, пипсайт. Через пипсайт смотрим, и вот сюда вот, в мушку, в мушке есть уровень, получается, это как стоит лук. Если уровень стоит ровно, то значит лук стоит тоже ровно. Мы смотрим через мушку, и видим, получается, уровень, чтобы лук стоял ровно. Если лук стоит ровно, то и выстрел будет тоже ровный, и попадание будет хорошее. Ну, я здесь еще вижу, у вас здесь линеечка, да, еще есть? Да, это... Она для чего? Чтобы прицел ставить, например, если в дальней дистанции, то прицел будет опускаться ниже, а если в ближней дистанции, то он поднимается выше. Здесь есть специальные отметки, когда стреляешь на 50 метров, какое-то определенное, получается, отмечаешь там, у меня вот, допустим, 5. Если я пойду на 30 метров, то у меня поднимется выше, и до 3 поднимется. Чтобы пойти на другую дистанцию, надо поменять. От дистанции зависит, да? То есть, таким образом регулируется еще лук, да? Да. Шамиль, и отмечай, самое основное отличие классической и блочной стрельбы из лука. Получается, это еще отличие в мишени, или как? Есть, да. Вообще, олимпийская дистанция у классического лука – это 70 метров. А у нас, у нас еще, наш вид не вошел в олимпийскую дистанцию, и у нас вообще мы стреляем на чемпионате мира, если выезжаем, когда у нас только 50 метров дистанция наша, именно наша дистанция блочного лука. 50 метров. И в основном отличие в том, ну, у классиков у них, получается, есть какие-то, ну, напальщики называются такие. А, да, кстати, я это говорила. А у нас, получается, релиз называется. Мы просто ставим ее в петлю, затягиваемся, и нажатие, получается, идет. Нажимаем на кнопку «Крок». Может, покажете весь этот процесс? Да, давайте. Стрелять? Вы так интересно рассказываете, Шамиль, отлично, вы еще стреляете. И теперь скажите, что это за устройство у нас? Это, оно идет как бинокль. Когда мы стреляем, попадание, ну, у некоторых зрение плохое, и некоторые не видят, куда стреляют, куда попадают, попадание свои. И легче с трубой, допустим, посмотрел, что попал, и уже понятно, какой ты выстрел сделал. Если какой-то был выстрел не очень, какой-то кривой выстрел, то она улетит куда-то. И когда смотришь на попадание, если там 8 или 7, то уже надо другой выстрел сделать получше. И уже знаешь, какой ты выстрел, если ты плохой выстрел сделал, то она улетит, стрела. Отлично. И как она называется? Ну, как бинокль, наверное. Бинокль, да? Ну, вообще, он у нас называется как труба. Труба, да? Очень интересно. Для вида, да. А можно это устройство использовать во время соревнований? Да, да, можно использовать. Давайте мы-то посмотрим, действительно, показывает ли мишень, куда попало, и нужно ли настраивать это устройство. Настраивать, да. Обязательно, да? Можно посмотреть, да? Да, конечно. Когда солнце, уже тень видно, откуда падает, и более-менее понятнее видно, куда падает. А так, когда, допустим, вот такая погода, пасмурная, то плохо видно, когда темно. И теперь мне в завершении, Шамиля, расскажите, пожалуйста, как вы пришли к этому виду спорта? К этому виду спорта вообще тренер позвал меня. Я вот учился в одной школе, и он, ну, был набор спортивной школы-интернат, и сказали, вот, есть такая-то школа, вид спорта стрельба из лука. Я согласился, ну, не сразу, конечно, а поговорил с родителями. Сомнения были? Да, сомнения, конечно же, да. Вот, потом согласился туда поступить, в спортшколу-интернат. И пять лет там отучился, сейчас уже в универе. В университете, да? Да. По какой специальности? Тренер физрук. Тоже, да? Значит, по этому виду спорта вы хотите тренировать детей в будущем? И какие у вас планы на будущее? Ну, отучусь, и уже как тренер буду тренировать детей. Отлично. Спасибо, Шамиля. Из вас получится отличный тренер, поэтому пожелаем вас больших побед, чтобы вы также радовали своих тренеров, родителей своими успехами. Поэтому спасибо вам за интервью. Виталий Александрович, вы как тренер вида спорта, «Стрельба из лука». Расскажите нам, сколько лет уже существует, функционирует данная секция, и насколько она развита в нашей области среди молодежи. «Стрельба из лука» развивается в Западно-Казахстанской области с 1986 года. В этом году юбилейный у нас год, 35 лет уже, как открыли этот вид спорта в регионе. Ну, молодежь, как вы видите, ходит, активно участвует, да, нравится наш вид, как среди мальчиков, так и среди девочек. Ну, позиции наши сильны. Мы из девяти, на данный момент, вот, девять регионов развивают данный вид спорта. Мы в тройке сильнейших находимся по результатам, по подведению итогов чемпионатов республики, молодежных, спартакиады народов Казахстана. Мы в лидирующей тройке. Отлично. Виталий Александрович, теперь поделитесь, как происходит вообще тренировочный процесс. С чего вы начинаете, что тренируете и сколько времени уходит на тренировки? Ну, тренировки у нас начинаются, как бы идет полностью этап подготовки. У нас несколько спортивных школ, детская, юношеская спортивная школа, областная школа, школа высшего спортивного мастерства, центр подготовки Олимпийского резерва, спортивный интернат. То есть ребята приходят, начинают заниматься в группе начальной подготовки. Там у них 3-4 тренировки в неделю по полтора часа. Развивается, естественно, там общая физическая подготовка идет, специальная физическая подготовка. И по мере тренированности, по мере повышения спортивного мастерства, они переходят уже в группы спортивного совершенства, учебно-тренировочные группы и в группы высшего спортивного мастерства в другие школы. То есть нагрузка увеличивается, там уже тренировки идут 6 раз в неделю, по 2 тренировочки в день. Но это ребята, которые уже становятся чемпионами Республики Казахстан, которые зачисляются по своим результатам, по своей подготовке, попадают в состав сборной Национальной Республики Казахстан, выезжают на чемпионаты мира, выезжают на Кубки мира, чемпионаты Азии. Также у нас есть участники Олимпийских игр. Здесь среди ребят есть такие? Нет, сейчас основной взрослый состав идет подготовка к Олимпийским играм в Токио, поэтому эти ребята сейчас находятся на сборе в составе сборной Казахстана. По подготовке они сейчас находятся на спортивной базе. Значит, и взрослая группа есть, да? Да, да, конечно, конечно. И какие возрастные ограничения у вас? Ну, по нашему виду спорта, как бы, конкретных ограничений возраста нет. Есть просто категории. У нас, значит, кадетские – это юноши до 16 лет, молодежь, юниоры – это до 20 лет, и взрослые идут от 20 лет и старше. Ну, там уже ограничений нет, какой бы возраст. Все допускаются. Ну, если, естественно, постоянное здоровье и подготовленности, так скажем, спортивной и физической. Да, очень интересно. И теперь скажите, кому противопоказано этим видом спорта заниматься? Ну, таких сильных ограничений, как, допустим, виды спорта, там, бокс, где-то нагрузки идут циклические, большие. И у нас таких сильных ограничений нет. Ну, даже у нас разрешают стрелять в очках, допустим, с лупой. Это не запрещено. Поэтому у нас вид такой более, так скажем, щадящий. Таких сильных ограничений нет. Это, конечно же, очень радует, что этот вид спорта очень доступный. Виталий Александрович, если среди наших телезрителей есть заинтересованные лица, куда они могут сами записаться или как они могут записать своих детей в вашу секцию? Ну, спортивные секции у нас – это спортшкола, как я уже говорил. Занятия у нас бесплатные. Если есть желающие, приходите. Всегда будем рады, конечно, ждем. Приходите. Главное, чтобы у ребенка было желание заниматься. Ну, начиная, если 10-12 лет, это, естественно, детская юноша-спортивная школа. Оттуда идут группы начальной подготовки. Это ДСШ номер 4 у нас. Можно туда обратиться. Ну, можно в любую спортивную школу обратиться. Скажут номер телефона. Тренировки. Ну, сейчас вот у нас летнее время. Тренировка проходит в базе «Лукодром» по улице Шолохова. Здесь у нас тренировки и с утра, и после обеда могут напрямую сюда приезжать. Здесь уже сами посмотрят, дети посмотрят, покажем, расскажем. Если заинтересуются, непосредственно начнут уже тренера. Все здесь у нас присутствуют. Летняя база. Мы все спортивные школы на этой базе работаем. Поэтому можете сюда приезжать к нам на базу. Будем рады вас всех видеть здесь, принять. Спасибо, Виталий Александрович. А спортивный инвентарь приобретается с вашей стороны или с самими учащимися? Нет, нет. Как я уже говорил, мы бюджетная организация, спортивные школы. Весь спортинвентарь, командировочные расходы на соревнования. Это все выделяет бюджет. То есть спортивные школы финансируют спортивные школы, областное управление физической культурой и спорта. Ну, Акимат, соответственно. Отлично. Значит, есть огромная возможность у детей показать себя и занимать призовые места, да? Да, да, да. Если есть желание. Спасибо, Виталий Александрович. Пожелаем процветания вашей школе. Спасибо. И больших побед и успехов вашим учебным. Как и другой вид спорта, стрельба из лука влияет на здоровье и состояние человека благотворно. Например, улучшает зрение и развивает концентрацию внимания. Гульнас, скажите, как на вас повлиял вид спорта, как стрельба из лука? У меня повлияло этот вид спорта. Я хорошо начала видеть на дальние расстояния. У меня улучшилась осанка. И начала физически себя увереннее чувствовать. Скажите, сколько лет вы уже увлекаетесь данным видом спорта? В сентябре. Мне будет уже три года нелась этим видом спорта. Получается, бочный вид стрельба из лука, да, у вас? Да, у меня бочный вид. А почему именно этот вид спорта вы выбрали? Не знаю, мы увидели по телевизору с папой и начали искать про этот вид спорта, узнавать по соцсетям. И вот так я попала к своему тренеру. И вот уже почти три года занимаюсь этим видом спорта. Скажите, какие у вас планы на будущее? Планируете ли вы серьезно дальше развиваться в данном направлении? Да, планирую лучше стрелять, попасть на сборную «Казахстан». И продолжать заевать вершины. Хорошо, спасибо, Гульнас. Тогда пожелаем вам удачи, успехов, чтобы вы достигали своих целей и занимали призовые места. Спасибо. Дорогие телезрители, и следующий наш спикер, спортсмен Таня. Она уже занимается этим видом спорта, как стрельба из лука, буквально два года. Таня, скажите, как вы пришли к этому спорту? Ну, в стрельбе из лука у меня занимаются здесь два брата. Они все время домой приезжали, рассказывали, мне стало интересно, вот, и я пришла сюда. И получается, вы со своими братьями обучались так же, и они вас тренируют или как? Нет, они просто здесь тренируются, меня тренирует тренер. Ага. Скажите, чем вам понравился этот вид спорта так же? Ну, он интересный, мне просто интересно стрелять. А заметили вы какие-то физические изменения, как вы начали заниматься этим видом спорта? Да, конечно, появились больше сил, мышцы начали растягиваться, здоровье улучшилось. А какие вот планы на будущее? Планируете ли вы серьезно заниматься этим видом спорта уже в дальнейшем? Да, я хочу стать тренером, обучать так же детей, чтобы они занимали места, чтобы им гордились родители. А сейчас вы где учитесь? По какой специальности? Я сейчас учусь в спортшколе, занимаюсь вот спортом, ездю на соревнования. И планы на будущее после школы в университет? Да, на спортфак, на тренера. Хорошо. Пожелаем вам успехов. И теперь хотелось бы узнать, есть ли у вас какие-то планы участвовать на соревнованиях? И в каких? Ну, да, есть. Вот сейчас готовимся к чемпионату. Хорошо. Тогда пожелаем вам успехов, Таня. Спасибо вам за интервью. Алихана, вы как чемпион Казахстана. Скажите мне, пожалуйста, как правильно нужно держать лук и стрелу? И прежде чем я вот хочу попробовать пострелять, скажите, что необходимо мне знать? Какие правила игры, технику безопасности нужно знать? Так, во-первых, техника безопасности – это не стрелять в сторону щитов, когда там кто-то находится. И самому не ходить, то есть когда кто-то стреляет, надо дождаться всех, все вместе ходить. То есть все вместе ходим за стрелами, все вместе возвращаемся и стреляем. То есть дожидаемся, когда все простреляем, все закончат, и потом можно быстрее, да? Да. На соревнованиях это делается по сигналу таймера или секунданта. Вот. А на тренировках это все произвольно делается ребятами. Сейчас мы с вами, получается, на тренировочном именно поле, да? Да, на тренировочной дистанции, то есть 3 метра – это разминка считается. Как разминка, да? Да. Так, хорошо. Давайте теперь приступим. Объясните мне, как держать лук? Что необходимо? Так, во-первых, это стойка. Стойка должна быть на ширине плеч. Ноги просто на ширине плеч, но ровно, и все. Как бы ничего особенного. Встаете ровно, голову поворачиваете в сторону щитов. А, нужно вставать именно левым плечом к щитам. Вот. Давайте я тогда попробую сюда встать. Сюда вставать еще. Вот встаете. Вот можно сюда встать поближе. Поближе, да, можно? Да. Все, встаете, берете вот так вот лук, ставите на ногу. На ногу. И рукой держишься за рукоятку. Нет, левой рукой за рукоятку держите. Вот, да. Вот, нет, вот так за рукоятку держишься. А, вот так просто, да? Все. Нужно будет повернуть голову в сторону налево, в сторону щитов. Вам, наверное, сначала без лука попробовать или нет? Ну, давайте без лука попробуем. Вот нужно просто поднять левую руку, просто в сторону щита вот так поднять ее и держать. Правой рукой нужно, получается, встать вот так вот в прикладку. Смотрите. Вот так, локоть чуть-чуть подальше. И, то есть, вот эта вот кость на пальце, вот эта часть, Угазательного пальца должна касаться челюсть. То есть, вот так вниз она должна стоять. И прям касаться челюстью, то есть плотно. Это называется прикладка. Надо в прикладке стоять. Хорошо. Давайте попробуем. Берите лук, да, за руку. Смотрите, есть напальчник. Давайте, одевайте его на средние пальцы. На средние пальцы. Да, одевайте его. Все, это напальчник. Тетиву нужно держать тремя пальцами. Вот, то есть, указательным, средним и безымянным. Заряжайте стрелу. Держите. Прямо берите ее нормально. Прямо так берите и заряжайте ее вот сюда. Ставите на полочку. Где здесь полочка? Вот эта, да? Да, да, вот эту полочку ставите на нее. И вот этой частью сюда заряжайте. Так, вот полочек. Да, да, да. И вот сюда заряжайте прям. Берете тетиву тремя пальцами. Тремя пальцами. Указатель должен быть через кожу. Видите, вот здесь напальчник кожи есть. Вот прям через кожу хватаете тетиву. То есть, указательным придерживаю, да? Нет, ничего не придерживаете. То есть, держите только тетиву. Стрела держится на тетиве, уверен, там хвостовик специально. Просто держите. Не сильно держу я, нет? Просто держите. Теперь поднимаете лук. Давайте я вам помогу. Поднимаете лук. Вытягиваете руку. Прям руку. Локоть ровно должен быть. Все. И натягиваете потихоньку. Тремя пальцами. Четвертый уберите вот сюда. Вот сюда, да. Тремя пальцами. Большой палец расслаблен должен быть. Вот так вот. Вот так расслаблен. Расслабленным, да? Да, все. И локтем. Локоть чуть повыше. И натягиваете. Натягиваете и поставите в прикладку, как я вам говорю. Ой, мне кажется, это у меня не получится. Не бойтесь. Давайте без стрелы попробуем, может быть. Да? Вот так, да? Правильно? Да, локоть надо вырвать. Вырвать. Прям вытопите. Вот так? Да. И делайте срыв. Отпускайте. Тетиву. Как? Просто отпускайте тетиву и все. Именно все три пальца? Да, все три пальца одновременно отпускайте и все. Ой. Вот ваш первый выстрел. А, все, понятно. Теперь такой страх был. Можете попробовать встать в прикладку без тетивы. Ага. Просто уверенно в прикладку встать. Прям ровно. Вы сейчас немножко вот так стояли. А-а-а. Прям выровняйтесь. Не бойтесь, ничего страшного не произойдет. Главное крепко держать тетиву и все. Ну, давайте. Без стрелы, да? Да, чуть ниже возьмите. Вот тут вот. Тремя пальцами именно. А, вот так, да? Все, попробуйте. Прям увереннее, не бойтесь. Вот так? Еще, еще, еще чуть дальше. Вот. И вот эту часть частью касаться нужно. Вот эту частью. Селести, да? Да, да. Вот так вот. Угу. Все, примерно вот так вот должны стоять новички. Ну, это все с годами получается. Ну, да, конечно. Первые неделю, две где-то дети просто без ничего вот так вот стоят. Без ничего учатся. Потом берут резинку, с резинкой учатся. То есть это такой вот процесс идет постепенно, да? Да, постепенно привыкание к луку. Это же как-то непривычное для организма человека. Ну, да, конечно. То есть, к примеру, если на бег ребенка привести, он сразу же бегать умеет все. Просто немножко технически подвести его к этому, чтобы он правильно бегал. А в стрельбе из лука – это непривычное действие для организма. Это стоит привыкать. А вот смотрите, давайте попробуем еще один. И я хотела узнать, сколько они весят? У всех по-разному. А примерно? Для каждого спортсмена луки индивидуальные. Но в среднем килограмма от килограмма, вот легкий лук, ну, примерно килограмм весит, до пяти. Значит, это зависит от весовой категории также участника? Нет, нет, весовой категории у нас не учитывается. Не учитывается, да? Только насколько человек способен вообще, ну, спортсмен. А, то есть сила какого-то? Сила зависит, да. А, понятно. И это, получается, лук для новичков? Это для новичков, для детей, да? Для детей даже. Можно сказать, да. Отлично. Давайте еще. Давайте, я вам заряжу. Спасибо. Да, впечатление очень отличное. Алихан, спасибо, что объяснили. Я теперь поняла, что это действительно увлекательный и очень красивый вид спорта. И вы объясняете прекрасно. Спасибо. Теперь расскажите о себе. Сколько лет вы занимаетесь этим видом спорта? Насколько серьезно? Так, этим видом спорта занимаюсь уже седьмой год. В 2014 году пришел, по-моему, если не ошибаюсь. Серьезно занимаюсь, достаточно. Прям профессионально. Каждый день сюда прихожу, тренируюсь. Когда учебы нет, по две тренировки в день бывает. Отлично. То есть до обеда и после обеда. На себе мастер спорта международного класса, мои достижения. Чемпион Казахстана, призер Казахстана. Потом бронзовый призер международных спортивных игр «Дети Азии». Участник молодежной олимпиады в Венес-Айресе в 2018 году. Участник универсиады в 2019 году. Теперь в планах олимпийские игры? Ну, не в Токио. В Токио я уже, скорее всего, вряд ли попаду, но, может быть, дальше. То есть из-за возраста, да, получается? Ну, больше из-за профессионализма. Мало. Еще надо тренироваться. Есть над чем работать. Отлично. А вы на кого учитесь, получается? На специалистов по физической культуре и спорту. И вы будете тренером по именно этому виду спорта? Честно, не хотелось бы. Почему это? Я не умею с детьми работать. Мне кажется, вы прекрасно объясняете. Мне было легко с вами и довольно-таки понятно. Думаю, действительно, это ваше призвание. Ну, посмотрим. У меня еще курс учиться. Сколько я уже учиться вам осталась? Курс остался один. Один курс, да? Четвертый курс. Круто. Научиться и все. Круто. Тогда пожелаем вам успехов. Спасибо. Больших побед. Спасибо вам, что объяснили все так подробно. И теперь скажите коротко, какие у вас теперь планы на будущее и пожелания нашим телезрителям. Планы на будущее. Тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Попасть в сборную республики. Выступать на заграничных соревнованиях, достойно представлять свою республику. Телезрителям пожелаю, чтобы занимались спортом, не сидели дома, никогда не сдавались. Успехов, здоровья. Спасибо большое. И вам тогда пожелаем успехов. И напоследок у меня появился такой интересный вопрос. Чем вас именно заинтересовал этот вид спорта? Как вы пришли к этому? Честно? Да. Мимо проходил. Серьезно? Серьезно? Серьезно. И как это получилось? Не знаю. У меня отец здесь работает рядом. Я мимо проходил и зашел. Пришли, подошли к тренеру. Да. Сказали, что хотите учиться. Да, потом с родителями вместе пришли, оформились и все, и занимаюсь уже. Семь лет. Все-таки судьба значит. Да. Отлично. Спасибо вам, Алихан. Пожалуйста. Дорогие телезрители, спасибо вам, что были с нами. А с вами была программа «Молодежь. Лайт» на телеканале Ак-Жаик. И в нашем выпуске вы познакомились с молодыми, талантливыми спортсменами с большими планами на будущее. А также узнали, как правильно стрелять из лука. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!